Украина, Киев, Подол, рядом Контрактовая площадь, а за спиной Андреевская церковь или церковь Андрея Первозванного. Глядя на ее такие достаточно острые архитектурные формы, он решил написать видео на не менее острую тему, которая касается не только мужчин, но и женщин, и детей, и пожилых, она касается всех. Реакция, к сожалению, у большинства неправильная. У основания церкви, видите, тут висит знак дорожного движения. К сожалению, большинство работает по методу страуса и пытается убежать от проблемы. А нужно бежать за ее решением и знать, что делать в каждом конкретном случае. Потому что проблема имеет одно название, но различное происхождение. И решать проблему нужно в зависимости от причины, а не по диагнозу. По рейтингу в моей почте лечение простатита, это номер два, уступает только лечению рака. У него первенство. Но примерно 50% мужчин на протяжении своей жизни и, соответственно, женщин могут познакомиться с проблемой острого простатита. Которая очень активно стремится стать хроническим простатитом. Со снижением потенции вплоть до импотенции. С развитием на перспективу аденомы простаты, либо рака простаты. И чтобы не попасть на этот достаточно неприятный конвейер, просмотрев это видео до конца, вы узнаете. Три основных группы причин простатита. Делаю ударение. Не три причины, а три группы причин простатита. Также вы узнаете алгоритм действий. Если вы уже знаете основную причину или причины простатита у вас в семье. А также в каком случае работает лечение? Содой пищевой? Да, сода помогает при простатите. Но далеко не всегда, не у всех. Итак, по частоте. Первая группа причин это инфекции И. Не инфекции Я, а инфекции И. Их может быть много. Есть разные варианты. И если лет 100-150 назад эта причина, эта группа причин была практически единственной. То в настоящее время постепенно доля резко уменьшается. Ну потому как защищенный половой акт сегодня становится все чаще и чаще. И вероятность для развития инфекций и развития острого простатита по этой причине все реже и реже. Вторая группа причин, которая имеет значение в связи с тем, что продолжительность жизни у человека увеличивается. Если раньше долгожитель это был лет 30-40, то сегодня долгожители это 80-90 и более лет. Нарушения обмена веществ со временем, с возрастом они нарастают. И какая-то определенная группа нарушений обмена веществ может провоцировать первично хронический простатит. А может давать и обострение и острый простатит. Если причины действуют уж слишком активно. Третья группа причин, которая влияет на развитие простатита, это все-таки экология. Экология очень интересно связана с развитием простатита. Потому как простата находится на выходе из вашего организма. Обменные процессы происходят в организме. Есть почки, которые участвуют в регуляции обмена веществ. И выделяя мочу, накапливается в мочевом пузыре и может проходить через простату, раздражая ее. И неважно нарушение обмена веществ. Или вы попали в интересные экологические условия. Суть одна. Раздражение системы развития острого простатита со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому вот эти три основные группы причин, они влияют на развитие простатита у любого и каждого. Итак, причина номер один, все еще номер один, это острая инфекция. Вариантов масса. В истории, как правило, незащищенный половой акт. Либо купание, может быть, не в самом чистом водоеме. Ваш алгоритм действий очень простой. Бегом, как вы видели в знаке на фоне Андреевской церкви, бегом к урологу. За антибиотиками широкого спектра действия. В надежде, что вам повезет и они уничтожат все инфекции. Если вам не очень повезет, хронический простатит может остаться достаточно на долгое время. И здесь уже, конечно, бежать нужно медленно, спокойно. Вам нужна диагностика. Вам нужна оценка состояния вашей иммунной системы. Которая могла быть не самой лучшей, как до простатита, так и под действием антибиотиков. Увы, они иммунитет не укрепляют, не усиливают, а действуют скорее наоборот. И здесь у вас вариантов два. Либо без антибиотиков, либо на фоне повышения укрепления иммунитета с антибиотиками. Нужно лечить этот самый хронический простатит. Потому что пока инфекция есть, любая провокация, любое ослабление иммунитета будет напоминать вам обострением хронического простатита. Вторая группа причин по развитию простатита. Это нарушение обмена веществ. Это достаточно размытое такое понятие. Но тем не менее, простатит в результате развивается легко и просто. В простейшем виде вы не знаете, как правильно комбинируется еда и вода, напитки, образ жизни. Все это в комплексе приводит к тому, что по большому счету обмен веществ нарушается. Вариантов для восстановления множество. Практически каждый человек уникален в плане развития простатита именно этим способом. Потому что нарушение обмена веществ у каждого из вас уникально. Для того, чтобы его регулировать, вы должны знать всех своих предков в десятках поколений. Потому что каждый из них, будь то татарин, будь то монгол, будь то швед, будь то негр. Неважно откуда появились ваши предки. Но каждый из них приносил ваши гены свою лепту. По особенностям обмена веществ именно у вас. И по этой причине фактически повторяемости нет. Каждый человек, еще раз напомню, уникален. Плюс есть еще поправка на перенесенные болезни, которые вылечены были каким-то образом. Или остались в хронической такой латентной стадии. Плюс ваш возраст, плюс ваш пол, плюс активность пищеварительной системы. Это достаточно емкое понятие. Поэтому скажите, как восстановить обмен веществ. Это интересный вопрос. На который может быть один ответ. А ответьте мне на предыдущие вопросы. На все. И тогда я вам скажу, как именно вам восстановить обмен веществ. Ну, на самом деле обмен веществ можно регулировать. Оценив как минимум активность пищеварительной системы печени. То есть на входе в ваш организм. По тем анализам, которые у вас выходят. По анализу мочи. Потому что это все-таки результат действия всех этих систем. Да, обмен веществ где-то в организме. Где-то переваривается как-то пища. Каким-то образом она обрабатывается. В вашем образе жизни. И пока вы сам себе диетолог. Да, вы ищете какой-то путь. Какое-то решение этой ситуации. А ваши почки, как орган системы регуляции обмена веществ. Что-то выделяют с мочой. Какие-то продукты жизнедеятельности. И хорошо, если они легко проходят через мочеточники. Через мочевой пузырь. Через простату и выходят. Через мочеиспускательный канал. Если вы не чувствуете ничего. Прекрасно. Так у вас и простатита нет. И цистит с уритритом не обостряются. Если у вас есть какие-то ощущения на выходе. То понятно. Нужно регулировать не здесь. А нужно регулировать выше. Нужно регулировать. Восточная медицина учит идти впереди проблемы. А не за проблемой плестись. И на каждое обострение простатита. Каким-то образом реагировать. И не дай бог на все антибиотиками. 100-150 лет назад это было правильно. Сегодня, увы и как. Но антибиотиков 100-150 лет назад не было. Тоже свои нюансы. Поэтому, если вы знаете, как все это отрегулировать самостоятельно. Вы уже вычислили сами те продукты, которые приводят к обострению простатита. Или те комбинации. Без проблем. Если вам нужна помощь, не вопрос. В этой ситуации может быть реальная помощь. Реальная выстроить систему питания. Но это не лечебное голодание. Все-таки пища должна быть. Ваш организм работать должен постоянно. И нужно иметь на чем работать. Чтобы из выхлопной трубы у вас шел относительно чистый выхлоп. Очень хорошо, когда отрегулирован двигатель. Когда вы не видите, что выходит из выхлопной трубы. Вы видите только воздух идущий. Ваша задача правильно отрегулировать свой организм. Чтобы здесь все было. Так как в автомобиле. Третья группа причин для развития простатита. Это экология. Есть эндоэкология. Да, в вашем организме не просто есть обмен веществ определенный. Но с вами соседствует огромное количество бактерий. Вирусов. Простейших. И это нормальное в чем-то состояние. Потому что без них жить невозможно. Стерильным организм быть не может. А есть еще. Экзоэкология. Да, жизнедеятельность современного человека привела к тому, что миллионы тонн химических веществ ежегодно выбрасываются в окружающую среду. И мягко выражаясь, планета Земля достаточно маленькая для активной такой деятельности человека. Она уже не способна переварить всю эту химию. Эта химия действует неизменно на человека. Она поступает и с теми же напитками. И с теми же продуктами питания. И с той же водой. И с дыхаем воздухом. Любыми путями проникают токсические вещества в организм человека. И когда люди говорят, что мы живем в относительно чистых условиях. Но по свидетельствам экологов. Современный горный воздух мало чем отличается от воздуха городов лет 100-150 назад. Мы достаточно активно уже насытили окружающую среду различными химическими веществами. И когда мне рассказывают, что я питаюсь отлично, у нас свой огород. Я задаю вопрос. Ребята, у вас сколько лет стоит зонтик, пропускающий солнечный свет и блокирующий дождь, снег? С помощью которого из отдаленных регионов ваш огород польет природой водой с набором химических веществ, которые вышли из выхлопных труб достаточно далеко. У вас ветрозащита тоже хорошая стоит, чтобы ветер не приносил вам химические вещества, не осаждал на вашем участке. Их будут ассимилировать якобы чисто выращенные растения и приносить на ваш стол, в ваш организм. И простатит может свидетельствовать, что и этим путем все-таки ваш организм наполняется совсем не теми веществами. Да, почки отлично их вычисляют, с мочой выводят. А простата показывает, не может моча пройти мимо. Она накапливается в мочевом пузыре и во время мочеиспускания, проходя по мочеиспускательному каналу, если токсинов, раздражителей в моче достаточно много, каналы раздражаются. А почки, напомню, это не просто орган, который поддерживает гомеостаз в организме, но это еще и экскреторный орган. Он выделяет токсичные вещества. Если вы не знаете, как их обезвреживать в вашем организме, выделяясь в активном виде токсичные вещества через почки, приводят к развитию простатита. Именно потому я всегда делаю акцент на том, вы знаете, что делать, если у вас есть печень. Этот фильтр способен не только очищать вашу кровь, но и обезвреживать те химические вещества, которые потенциально могут в воде, в моче выделить почки. Это один из факторов обострения и поддержания простатита в организме человека. Если мы смотрим на систему только узко, только в контексте простатит, и все, и точка, потому что это в кабинете уролога. А почки это уже кабинет нефролога. А печень это гастроэнтеролог, гипотолог. Семейный врач должен быть. Тогда вы понимаете, что делать с вашим организмом, чтобы простатит вас не тревожил. Когда же начинается лечение простатита пищевой содой? Ну, если для усиления действия антибиотиков нужна щелочная моча, без проблем, тогда лечение соды идет вместе с лечением простатита антибиотиками. Если вам нужно регулировать обмен веществ, и набрать вес для повышения иммунитета, без проблем, пищевая сода в пирожках, кондитерских изделиях, великолепно. Если идет исходно более кислая моча, то есть PH5-5,5, что способствует образованию уратов, оксалатов, периодически они могут выделяться с мочой и обострять простатиты. Это одно из нарушений обмена веществ, которые не лечатся антибиотиками, а лечатся пищевой содой. Да, можно сопровождать в этих случаях пищевой содой ваш организм, но с водой ни в коем случае. С горячей водой категорически нет. Когда вы используете соду, растворяете ее просто в теплой водичке, да, вы проводите лечение пищевой содой. Но если вы обрабатываете водой температурой 60 и выше, вы уже лечитесь не пищевой содой, а каустической содой. Токсикология разная. Осложнений значительно больше. Легче посадить в желудок и нарушить обмен веществ. Если вам нужно хроническое использование пищевой соды, но это, пожалуй, только с молоком. Да, можно в тепленьком молочке, не в горячем молоке, а в теплом молоке растворить пищевую соду. К примеру, стакан молока и пол чайной ложки пищевой соды. Да, можно в таком случае это делать. И один-два раза в день можно употребить, контролируя PH мочи. PH мочи должна быть не менее 6. Вот в этом случае лечение с содой приносит вам пользу, помогает выводить и ураты, и оксалаты безболезненно, в растворенном виде через почки, и не дает накапливаться песочку, не дай бог камням, потому что песок это солевой диатез. Если песочек концентрируется, появляются камушки, развивается мочекаменная болезнь, неизменно на фоне этого хронический пилонефрит, а это номер один по почной недостаточности. Движение в эту сторону вы понимаете, и для того, чтобы его предотвратить, контролируя PH мочи, не PH слюны, не PH других органов и системах, только PH мочи. По нему вы можете ориентироваться, чтобы у вас была щелочная моча, и эти соли выделяются из вашего организма лучше. Но безусловно, я бы советовал вам не только думать об одних почках, да, им помогать здорово, можно, но если идут соли с мочой, это говорит, что у вас вторая группа причин, достаточно серьезно нарушена, то есть обмен веществ в вашем организме идет не так, как нужно, и не в ту сторону, возможно, идут шлаки. Они должны перевариваться в организме, а не в концентрированном виде, вот так вот раздражая систему, и приводя к негативным последствиям, выделяться через почки. Надеюсь, что теперь у вас больше информации в этом непростом вопросе, вы знаете, какие методы могут вас привести в тупик, а какие к результату. Главное, расшифровывать эти знаки дорожного движения, остановка запрещена, не стоянка, а остановка. Промедление чревато снижением потенции и импотенции, поэтому нужно правильно распределять свои силы в этом непростом вопросе и активно двигаться к желаемому результату. А пока вы рассматриваете это великолепное сооружение, Андреевскую церковь, за моей спиной, или церковь Андрея Первозванного, и думаете, кому из друзей отправить это видео, я с привычными подписчиками моего канала словами, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Это видео буду заканчивать и подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. Вот такая она красавица. Церковь Андрея Первозванного. До новых встреч на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!